Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как прошить Galaxy Note 2 на лучшую на данный момент кастомную прошивку под названием Omega. Версия 7.0 основана на прошивке JLBIN 4.1.2 XXDLG2. Это первая утечка на данной версии Android, но по отзывам пользователей она работает исправно без каких-либо багов. Итак, приступим. Как всегда, все нужные ссылки на данную страничку HDA Developers, а также ссылка на прямую скачку самой прошивки, будет снизу под видео. Вам не придется ничего искать. Итак, для начала нам нужно скачать прошивку. Открываем, нажимаем вот эту вот ссылку на Download Center. И здесь с Deposit Files или с торрента, как вам удобнее, скачиваем прошивку Omega N7100 XXDLG2 версии 7.0. Итак, допустим, что вы уже загрузили данную прошивку. Она будет сразу в zip-архиве. Ничего больше распаковывать не надо. Вот у меня данная прошивка. Подключаем наш Galaxy Note 2 к персональному компьютеру и закидываем в корень внутренней памяти. Повторюсь, что нужно закинуть в корень внутренней памяти, не на карту SD. Как вы уже поняли, данную прошивку мы будем устанавливать не через Один, а через Clockwork Mode Recovery. Кто не знает, что это такое и как это поставить, опять же, снизу под видео будет ссылка на то, как рутовать смартфон. А также там будет ссылочка в том видео, как установить Clockwork Mode Recovery. Итак, я скопировал данную прошивку на свой смартфон. Отключаю его от шнурка USB. После этого надо выключить его. И чтобы зайти в Clockwork Mode Recovery, нам нужно удерживать громкость вверх, кнопку под экраном Home и кнопку включения. Просто, как загорелись буквы, отпускаем. Итак, вот смартфон загрузился в режиме Clockwork Mode Recovery. Теперь я буду управлять клавишами громкости вверх-вниз, двигать строку выделения и подтверждать кнопкой включения. Также в моей версии Clockwork Mode Recovery можно управлять снизу кнопками Touch. Также есть шаг назад, вверх-вниз и кнопкой Enter подтвердить. Итак, нам не надо делать здесь никакой полный вайп. Мы это сделаем через Aroma Installer в процессе установки, о чем я дальше вам покажу. Опять же, если вы первый раз прошиваетесь на прошивку Custom Omega, а также какую-либо другую, вам нужно будет сделать полный сброс. Поэтому, перед тем, как прошиваться, я сделал бэкап пользовательских приложений и их данных с помощью GoBecup. Также данный бэкап пользовательских приложений можно сделать с помощью нашего старого друга Titanium Backup. Это уж как вам удобно. Итак, продолжим. Install Zip Chrome SD Card выбираем. Вторая строчка сверху. Подтверждаю кнопкой Enter. Первая строчка искать Zip на нашей SD-карточке. То есть, по сути, это наша внутренняя память смартфона, куда мы только что забросили прошивку. Вот видим она внизу. Перемещаемся вниз на строчку N7100 Omega версии 7.0. И опять же, подтверждаем выбор. Опять двигаемся вниз. На строчку «Да, установить прошивку». И опять подтверждаем. Пошла установка прошивки через CLOCK WORK MODE RECOVERY. Вот запускается Aroma Installer. Я раньше, честно сказать, такого никогда не видел. Данный Aroma Installer позволит нам более тонко настроить нашу прошивку. То есть, пометить галочками, что нам нужно будет на ней, а что нет. Нажимаем кнопку Next. Если честно, сам первый раз это делаю. Здесь мы видим «Делать full wipe», то есть полный сброс, или «Не делать». Так как я прошиваюсь впервые на данную прошивку, я ставлю full wipe. В следующий раз, если мы будем уже прошиваться на версию 8, то нужно будет поставить галочку «No full wipe». Так как мы переходим уже с кастомной прошивки на следующую кастомную. Тем более, ну, именно с Омеги на Омегу. Нажимаем дальше Next. Повторюсь, не забудьте сделать бэкап данных. Все сотрется. Так, тут нас спрашивают, делать ли нам бэкап папки FES. Если кто не знает, в данной папочке хранятся данные нашего смартфона, а именно его IMEI. Так что мы ставим «Забэкапить». Почему бы и нет? Данная папочка нам не помешает. Нажимаем опять же Next. Тут нас спрашивают, каким образом устанавливать. Default Installation, это верхняя строчка, это установить прошивку как есть. То есть без удаления каких-либо приложений и каких-либо следящих программ, которые здесь называются как вирусы. Вторая строчка, это удалить вот те самые следящие программы вирусы, которые опять же потребляют какие-то ресурсы. И третья строчка – Custom Installation, то есть установка вручную. Здесь, как вы видите, мы будем видеть все полностью приложения, которые по умолчанию стоят на данной прошивке Galaxy Note 2. И нам надо галочки поубирать на тех приложениях, которые нам совсем не нужны. Итак, я удалил галочки с тех приложений, которые посчитал для себя ненужными. У вас опять же данный список может быть совсем другой. Некоторые приложения, которые я удалил, покажутся вам нужными и важными. А некоторые, которые я оставил, опять-таки же могут оказаться вам ненужными. Поэтому это все индивидуально. Если вдруг вы совершенно не разбираетесь в данных приложениях, что можно удалять, а что нет, то рекомендую вам выбрать верхнюю строчку «Установить все как есть», то, что было до этого, или же вторую строчку «Установить все как есть» с удалением вот этих всяких системных следящих приложений. И на этом ограничиться. Итак, мы удалили ненужные галочки, вернее, галочки с ненужных приложений, нажимаем кнопку «Next», «Далее». Итак, он говорит, что готов к установке, и осталось нажать кнопку «Install». пошла непосредственно сама установка прошивки. Если вы вдруг увидели, я удалил там, снял галочку с OTA обновлений Samsung, так как у нас кастомная прошивка, и это тоже нам не понадобится. А также я убрал галку с приложения KISS и KISS Wi-Fi, так как я совершенно им не пользуюсь. Итак, здесь процедура довольно продолжительная. Я вернусь ближе к концу. Вот, процедура завершилась. Опять же, напомню, что, если вы обратили внимание, то там были галочки «Установить некоторые приложения уже с Android 4.2». То есть, авторы данной прошивки, например, приложение календаря, потом, по-моему, камеры, еще чего-то, уже применили в данной прошивке. То есть, чтобы ими пользоваться, нам не придется ждать Android 4.2. Опять дальше нажимаем кнопку «Next». И кнопку «Reboot». Ну все, я так понял, пошла непосредственно установка прошивки, перезагрузка. И сейчас мы увидим чистый телефон со сброшенными, со всеми данными. После этого нам, естественно, надо будет... Рут нам уже сюда не надо будет вставить, так как он уже... все, что нужно будет в комплекте. Зачетная анимация. Итак, после того, как мы установим все... Ой, вернее, загрузим приложение, с помощью которого мы делали бэкап, мы восстановим наши пользовательские приложения и их данные. Системные. Естественно, бэкапить я, как всегда, не рекомендую, так как прошивки разные. Я думаю, что много чего может быть просто несовместимо. Но системные настройки сделать несложно. Первая загрузка будет довольно продолжительная, поэтому не пугайтесь, так как был произведен вайп кэш, что всем приложениям надо по-новой создать свой кэш. Следующая перезагрузка уже будет, как обычно, быстро. Итак, прошивка загрузилась. Выбираем русский язык или тот язык, который вам нужен. Далее. Ну и как всегда, как при первом включении, настраиваем свой смартфон. Я все пропускаю, так как у меня есть бэкап, с помощью которого я все это дело восстановлю. Все. Телефон загружается и можно уже лезть в Play Market и устанавливать приложение, с помощью которого мы делали бэкап и восстанавливать свои приложения. Все. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.